Технологии эффективного использования талой и дождевой воды, получение пектина из кожицы винограда, исследования по получению сульфатостойкого цемента. Эти и другие идеи презентовали на впервые проводимом конкурсе 100 лучших инновационных проектов женщин Узбекистана. С его участницами пообщалась и наша коллега. Принято считать, что авторство большинства изобретений принадлежит мужчинам. Однако все активнее ряды первооткрывателей пополняют женщины. К примеру, Мэри Эндерсон, американка, которая изобрела дворники для автомобиля. Незаменимая для мужчин циркулярная пила также делала рук представительницы прекрасной половины человечества. Ее придумала Табита Бэбит в 1810 году. И, конечно же, нельзя забывать о сенсационной чудо-швабре Аджой Мангано, без которой не обходится сегодня ни одна домохозяйка. Сегодня в нашей стране можно встретить женщин-изобретателей, которые, проявляя свою активность, добиваются больших успехов. Организованный первый республиканский конкурс инновационных проектов – это возможность заявить о себе и продемонстрировать свое ноу-хау, как это сделали сотрудницы Кашинского инженерно-экономического института. На завершающем этапе конкурса они представили сразу пять своих разработок. Одна из них – технология комплексной переработки нетрадиционного маслячного сырья. По словам авторов, преимущество данной технологии в том, что готовую продукцию можно использовать без дополнительной рафинации, сокращаются материальные и энергетические расходы. Мы предлагаем получение масла двумя способами – холодный способ и горячий. Холодный способ – он сохраняет витамины и все полезные вещества, имеющиеся в масле растительном. А горячий способ – помогать получать масла до конца. Наш способ отличается от существующего тем, что мы сначала холодный, потом горячий применяем. И наша разработка называется комплексная переработка. То есть то, что образуется после получения масла, мы будем использовать. Деляфрус Нурджабова – старший преподаватель Кашинского филиала Ташкентского университета информационных технологий уверена. Ее новое электронное пособие по английскому языку совсем скоро станет незаменимым помощником для студентов технического профиля. Эта идея мне пришла, когда я встречала технические термины. Смогла найти нормальные переводчики или электронные словари. Слово job – это означает работа. В сфере информационно-коммуникационной технологии это означает задачи. То есть задача потока, который является, оно выполняет задачу в операционном системе. Он поможет бакалаврятам технического профиля, кто занимается, например, программированием или в сфере учатся ИКТ, телекоммуникационной технологии или телевидение факультетов. Предпринимающиеся усилия по поддержке и развитию инновационной прогрессивной деятельности в год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий, повышению творческого потенциала и изобретателей будут способствовать продвижению новых проектов с высоким коэффициентом полезного действия. Продолжение следует...